В продолжении темы о радиаторе хочется сказать следующее вещи. Там дело в том, что выпускались радиаторы, выпускались радиаторы, да, и выпускались печки-буржуки, да, собственно, это одно и то же печки-буржуки, и тому подобное. Там что интересно, я сейчас говорю о настоящих вещах, о настоящих радиаторах и настоящих печки-буржуиках. В чём фишка? Там уже с 1880 года уже пошли такие... Да, уже начиная с 1880 года, уже пошли такие вещи, как... Ну, смотрите, были фирмы, которые производили настоящие буржуки, настоящие радиаторы. Вот. И при этом стали появляться подделки, причём новые помедибральные. Можно сказать, что это, как бы, да, отражение какого-то мирового заговора, не без того. Ну, и, собственно, мировой заговор использовал, в общем-то, там, дураков из серии какашками закидают, да. Вот это вот появление большого количества подделок, оно связано и с падением людей вообще, да, каждого в отдельности, вот, и тому подобное. И, собственно, да, в чём разница между настоящими и подделками, которыми сейчас заполнено всё? Кругом подделки. За что бы мы не взялись, имеющие эфирические корни, то, что мы имеем сейчас, это подделки, и работающие, да, либо никак не работающие, да, в виде какого-то предмета-антиквариата, либо работающие совершенно наоборот. То есть то же самое, например, с радиатором. Давайте рассмотрим такой более усложнённый вариант радиатора. Так, ну, а представьте, у нас с вами чугунные рёбра, чугунные рёбра, чугунные рёбра, да, они там как-то соединены, они имеют определённую форму, что они настоящие, настоящие могут иметь целый ряд признаков, говорящих о том, что они настоящие, целый ряд признаков, целый ряд признаков, это я к примеру, это не обязательно так, хотя она, конечно, не без того. Целый ряд признаков, такая ручка, да, такая ручка, да, что-то, что-то крутить, всё там крутить можно, да, значит, вода, 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 вода очень интересная, вода, да. Вот, ну, там даже были варианты, были варианты, когда вот здесь такой шкафчик, шкафчик, шкафчик для, для чего шкафчик, дорогой, для чего шкафчик, скажи мне, шкафчик для пищи, ну, понятно, что летом там на него вешались, да, почему бы его не выключить вообще, ну, выключить его довольно тяжело, вы понимаете, вот, значит, не, там были варианты выключения, да, там просто, если мы в варианте вот такой крутилки, то с вариантами отключения там не будет, да, там, как бы, ручек должно быть больше, если она отключается, так вообще не было принято ее отключать по целому ряду причин, да, ее, в общем-то, застилали этими самыми одеялами, и, в общем-то, вопрос, ну, не лета или там теплый период времени был решен, да, зачем она была нужна, ну, вот, представьте, здесь у вас вот это вот крутилка, да, то, что нужно крутить в соответствии с часами, но она не крутится, вам нет необходимости ее крутить, по крайней мере, пока ни зима, ни холодно, вы ее поставите, там, грубо говоря, на 5 часов, на 5 часов, и вот она вам с 5 до 6, она взяла и нагрелась, с 5 до 6 она нагрелась, как с 5 до 6 утра, так и с 5 до 6 вечера, да, зачем она нагрелась, ну, во-первых, здесь стоял, утром стоял завтрак, он нагрелся, да, и нагрелась вода, вода, чтобы умыться, помыться, там, еще что-то сделать, вот, и то же самое вечером, вечером, да, здесь стоял, там, в полу беужина, да, или там, какое-нибудь теплое питье, да, оно нагрелось до определенной температуры, вот, и, собственно, вы этим пользуетесь, и вода нагрелась, чтобы покупаться, то есть еще раз говорю, вот, тут радиатор, который настоящий радиатор, а не для лохов, с барабаном или какая-то скрипкой, вот, значит, он, значит, вода подавалась холодная, забиралась теплая, не наоборот, я вам еще раз, не наоборот, более того, строились системы, ну, представьте, целый замок из подобных систем, вот, где, там, надо было, крутил, не надо было, там, не крутил, они объединялись в общую систему, это был подогрев, источник подогрева вот здесь, вот, причем, реализация конструкции, она, собственно, и была на том уровне, что, вот, большинство этого железа, этого чугуна, оно является и источником, да, его часть, и источником, то есть, сделанной, продуманного с инженерной точки зрения так, что она является и источником, и света, который рождает огонь, соответственно, источником огня, и, собственно, той нагрузкой, которая идет на все эти шесть фаз, вот, и забирает эту энергию в виде тепла. Вот, что это было, вот, вот, он, он рождал огонь, да, но его нужно было крутить, его нужно крутить, чтобы он рождал всегда. Не нужно всегда, пожалуйста, он вам стандартно, да, к шести часов вечера, ну, я так икрирую, да, он подогревал, то, что вы туда клали. Да, причем здесь довольно высокая была температура, высокая температура, поэтому, чтобы не обжечься, вода бралась и снизу, она бралась снизу, вот, ну, и, собственно, да, вода порядка, там, сорока градусов, да, нужно разбавлять, разбавляешь холодный, не нужно, не разбавляешь и тому подобное. Понятно, что никакой солнечный душ с этим не сравнится, да, особенно, когда мы вообще говорим про не самый теплый период года. Вот это, что касается радиатора, да, и, да, ну, и, соответственно, вы сами понимаете, потом пошли подделки, вот, эти подделки внешне отличить, в общем-то, тяжело, они довольно неплохо отличаются в том смысле, что нет, нет вот этой вот, да, волшебной ручки, нет волшебной ручки, которая, собственно, заставляет ее отслеживать обращение этого тора. Ну, это один из показателей, да, потом есть определенные фенечки форм, фенечки форм, которые тоже могут быть показателями, но понятно, что все это может быть тоже как-то глупо и тупо взято откуда-то и не соответствует своему функциональному значению, а быть чисто внешним каким-то атрибутом, вот. Но, тем не менее, просто есть целый набор признаков, признаков, по которым можно сказать, что даст высокостепенные вероятности, это тот радиатор, который радиатор. Другое дело, что вывести это из строя тоже несложно. Вот, значит, ну, а с другой стороны, я думаю, что там же тоже была политика зачистки, да, и зачищения, да, и тем более, все, что сейчас выпускается, это выпускается работающее наоборот, да, то есть, сюда поступает горячая вода, и уже он, он является, да, там, как говорится, тем, тем, что раздает это тепло, которое туда приходит, они являются источником, да, это точно так же, как в теле человека, да, человек-род, он в рот ничего твердого не кладет, вот, жидкое и то редко, вот, а род нужен для того, что он рождает тела, да, то есть, для того, чтобы говорить, говорить хорошие вещи, творить добро, дышать, да, то есть, туда входит только, только след, да, к нему относится и дыхание в том числе, понятно, что не глубокая поверхность, но в любом случае дыхание, в любом случае открыл, даже если не дышишь туда, что-то входит, оттуда выходит, это вот то, что рождает тела, и вот поэтому так и называется, рождающие тела, а не то, что туда жрать нужно, это не хавальник, хавальник это вот уруса и раса, да, точно так же мочевой пузырь, мочевой пузырь является источником влаги для человеческого организма, вот, лишь иногда, да, по целому ряду причин и необходимостей, там, редко, да, даже бывает не один раз в день я еще режу, да, он все это дело вспрыскивает, да, чисто, проводя такие антисептические, в общем-то, действия. Вот это вот, как бы, один организм, да, и есть другой организм, организм руса-раса, да, который действует совершенно наоборот. То же самое, абсолютно все то же самое, один к одному, и с буржуйками все то же самое, да, там, в буржуйках, как правило, источник света, да, он находился сверху, вот, как правило, да, он имел, да, вот такие вот атрибуты, да, и, соответственно, уже дальше, собственно, исполнительное устройство, здесь внутри было некое исполнительное устройство у этой буржуйки, когда, да, там, регулироваться могло как угодно, да, где угодно, и, соответственно, механизм тоже включался-выключался, там, вот это вот, как минимум, в отличие от многих радиаторов, там, у радиатора было включение-выключение, у этого у всех было включение-выключение, там позволяла конструкция, радиаторами нет, вот, но у этих ребят, да, и там тоже, в общем-то, в зависимости от того, технологически, как она была сделана, разведение огня, хоть один раз здесь, дебилом, каким-то трусом, приводило к тому, что вся конструкция уже по-другому работать не могла, более того, да, если вы скажете, там же был трубоотвод, да, естественно, у всех был трубоотвод, ну, там, пускай, в ту сторону, так вот, эта труба, она не должна была входить куда-то в трубу, это вот, я просто, вы, представьте, реальные вещи, да, там приходят пьяная матрасня, в квартиру, к семейству, да, избивают отца, насилуют жену, пускают, убивают, да, пускают по кругу дочерей двоих, вот, ну и, собственно, да, с ружьями. И удивляются, что эти придурки, да, поставили, там, чуть ли не посредине комнаты, где не подключили никуда трубу, труба уходит под потолок, да, торчит под потолок, долбоебы, блядь. Вот, а уже не жарко, да, надо согреться после содеянного. Ну, естественно, они подвигают его к окну, открывают форточку, выводят трубу в форточку, разжигают огонь и говорят, вот, как нужно. Вот так, да, как же, блядская реклама. Так не надо, надо так, вот так, блядь, им надо. Да, и умирающие главы семейства, он что, им расскажет, как, блядь, нужно портить эту хуйню, да, блядь, горите вы в огне, пидорасы, блядь, будете распяты, не обожив. Так что, вот такие дела, да, вот эта труба имела, да, вот такие колена, чтобы выводить тёплый воздух наверх, наверх, вот, чтобы он вверх нагревал и опускался вниз. Были дополнительные трубы, там, уводящие вниз, это у кого как, кто там что хотел и тому подобное. Но, как правило, в большинстве случаев разведение настоящего огня здесь приводило к выходу устройства у этого внутреннего, рождающего тот огонь, на который он был изначально рассчитан, к выходу устройства либо, выходу строя либо этого устройства, либо составляющих частей, которые обеспечивали работу этого устройства. Там разные были реализации. Надо сказать, что в этом смысле инженерный и технический гений людей не стояло на месте. Вы сами понимаете, скрыть то, что я показывал и говорил в массе всей конструкции, да, чтобы она работала, работала эффективно, это нужно знать, что ты делаешь. Это тончайший и точнейший расчёт. Вот, естественно, это там пробование на уровне разработки, апробации именно этих конкретных решений, материалы, размеры и сочетания. Вот, это довольно сложное устройство. Другое дело, что оно работало иначе. Это всё было источниками тепла огня без огня. Огня без огня. Поэтому есть вот эта вот разница между А, огнем, огнём и О, огонь новый. Да, огонь новый, это вот огонь тот, который мы видим, который нас обжигает и который нас уничтожает. Так что, вот такие вот дела с буржуйками и с радиаторами, вот, всё было с точностью, да, наоборот, всё не так, как кажется. И имеем то, что имеем, имеем то, что заслуживает. Всё на всей главе. Субтитры создавал DimaTorzok